Все, запись идет. Ничего себе, вот это стерео. Все, ты готов? Я готов. Я считаю, что надо начать с того, что надо открыть чай. Это очень корейский. Вот тут можно записывать ASMR. Ну-ка, пошелкай. Ле... ну, ка микрофон. У нас стаканчик со льдом. Так. Ты открываешь крышечку, скрываешь ее. Прям скрываешь? Прям скрываешь крышечку. Сейчас. Потом треснем и защитим. Штюшку. Снимаешь. Белочок. Потом берем наш чай. У меня с персиками. Он был такой последний, и я представляю, что он очень вкусный. Вот. Ну и аккуратненько. Открываем. Пахнет очень вкусно. Вот. Прям под стакан. Вот. Прям под стакан. Открываем через вот эту. Вот так. Гриденталь. Ну ты, наверное, был прав. Если у тебя уже продырявилось, то ты... Нет. Ничего не дырявится. Тогда открывай гриденталь. Нет. Там было написано, что нужно резать так. Отверстие уже не откроется. Угу. Ну а потом не забыть выливаться. Выливаешь. Что? Тот. Это точно лимон? Ну это написано blue, grey, там... Не знаю. Это blue штока. Мне кажется, лимона тут нет. О, возможно, я ошибаюсь. Простите. Но ты попробуешь... Что там написано-то? Blue lemon. Лимон с железем... Голубым не бывает. Есть вопросики. Ну да. Ну дальше, соответственно, ты закрываешь крышечку. Пакет отдаваешь мне, потому что я у меня теперь рядом. Ну это blue lemon. Я думала, что написано название. Я не ожидала, что цвет был. Как и было. Дальше поставляешь трубочку. Блин, а теперь ей захотелось. Ну сейчас мы будем есть кимпап. Вообще, да, некрасиво так есть. Но мы в Корее, в Корее пульт еды. Поэтому все, cheers. Cheers. Мне кажется... Ой, это очень сладко, но холодный чай. Какая пиктограмма у щелчка там? Два вот таких кружочка. Два таких, они пересекаются друг с другом? Да, да. Сделай так, чтобы они вот так вот были. Сделала. Вот, теперь лучше. Короче, весь этот ASMR я записывал на стерео. А сейчас у нас бидирекшнл. Попробуй, пожалуйста, свой blue lemon. Ну что? Как тебе? Похож на Prime от Логана Пола. Не только по цвету. А там, кстати, цвет какой был? Такой же и был. Мне кажется, один зовут. Ну да. Лимон какой-то. У тебя липтон. У меня липтон. Ну это и должно было быть по вкусу как липтон. У тебя по сути тоже. И кимпап. Вроде, мне кажется, что кимпап это просто гигантская ролина. Которую можно есть. Я могу разделить, а можем кусать по вкусу. Кусать. Ой, а она это. Уже разделена. Уже предусмотрена на то, что... Тушер, как сказать. Ага. А мы ее грели? Угу. Найси. А это надо бумага будешь, а я не буду надо. Ооо, вот это стереоэффект от... Касания стола. Ну, и это вкусно. Она вообще там полезная. Угу. Как оказалось. Угу. Угу. В меру остренько. Угу. 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 И стоит меньше двадцати баксов. Ну, не один, чем так. Мы много чего купили. Угу. Угу. Мне кажется, это все вкусно. Очень. Что, Услань, как тебе Корея? Как будто не уезжай. Только зимой не было рекламы этих девушек разбросанных. Они были в Японии, кстати, в Корее, по-моему, их не было. Ну, это просто нам сегодня так, мне кажется, совпало. Мы просто и поганно не гуляли. Ну, так, чтобы прям по этой улице. То есть мы сюда приезжали с определенными задачами. В магазин мы тогда сюда приезжали. Ты приезжал, чтобы встретиться, навстречу сюда приезжал. И несмотря на то, что мы жили в этом же районе, мы жили больше не в финансовом дистрикте, то есть прям такой, ну, где, короче, высотки стеклянные и все основные офисы. А мы жили чуть как бы в сторону района Ганна, где были эти низкие жилые уже домики. И нам до сюда как бы там две-три станции метро было. Больше, да? Если даже не соседняя линия. Ну, короче, тут очень гигантский район. Угу. Вот. Не, ну как же, вот, сегодня, ну, только сегодня, жарко, душно. А мы ходили в пуховиках. Вообще единственное, гуляли. Было холодно. Было скользко. Ну, так, кстати, прикольно. В отличие от Таиланда, у них тут какая-то смена, несмотря на то, что она суровая. В Таиланде, мне кажется, можно грустить, когда все время душно. Особенно в Бангкоке. Мне кажется, что у них вообще очень все экстремально. Ну, потому что зимой у них, мы сами экспериментально это проверили на себе, минус десять. То есть там, при том, что здесь влажно, это ощущается очень холодно. И в прошлом декабре, когда мы сюда приезжали, было минус двенадцать, минус пятнадцать. Но при этом на неделю раньше, до того, как мы сюда приехали, также в декабре, было минус двадцать. То есть у них прям суровое, холоднее даже, чем в Москве на тот момент было. Не только по ощущениям, но и по числам на градуснике. При этом у них здесь не снежно, нету снега. Ну, то есть так, минимально. У них здесь тоже красивая весна, как в Японии. Здесь тоже есть сакура и всякое там цветение. То есть у них смена прям полноценная. И мне кажется, что у них, я не знаю, если честно, какая у них осень, но я думаю, что так же. То есть красиво. Какие-нибудь клены, желтые, ну, короче, все то же самое. А лето получается влажное, дождливое и жаркое. Ну, то есть очень радикально все. Да, я помню, впервые с школьных времен надел подштанники, под эти самые, под штаны. Потому что было холодно, жесть. Да. Ну, мы к такому не готовы. Что по-другому в этот раз? По-другому в этот раз то, как мы сюда прилетели. Мы летели через Китай. Ты уже была в Китае, знала, что ожидать. Мне кажется, это год дел, потому что ты экономишь много денег. Особенно в перелете на двоих туда-обратно. Были альтернативы лететь через Узбекистан. Но узбеки что-то поняли, что можно делать каши. Зарабатывать. Да. Вот. У меня этот перелет вообще очень знаменательный. Я дочитал книжку «Люция Синя», «Шваровая молния» в окружении китайцев. В Шереметьево было много рейсов. Мне кажется, рейсы 3-4 в Пекин с разницей в час, либо еще меньше. Столько китайцев в жизни я никогда не видел. Вот. У нас заезжали рейс на час. У нас была пересадка 2 часа, но вместе с тем мы вовремя прилетели и все успели сделать. Единственное, что нужно было сделать для транзита в Китае, это заполнить карточку здоровья, что мы сделали. Ребята, которые летели и не сделали, понервничали, наверное, немножко в очереди в автомате, где этот код можно сделать самостоятельно. Но у нас все было классно. мы там приукрасили, что мы сдавали тест ПЦР, и он у нас был негативный. Но никто не спрашивал эту бумажку. Ну, видишь, как новость была, что они официально отменили, теперь не спрашивают. Ну, точнее, с 30 августа, то есть впереди. Поэтому обратно поедем с полной и чистой совестью. Интересно, распространяется ли это решение на заполнение кода здоровья? Не знаю, кстати, хороший вопрос. Но заполнить это ничего не надо. Мне кажется, это минимальные действия. Да. Что осталось с тем же в этот приезд? Таксисты, которые нихера не говорят по-английски. Блин. Которые верят в себя. Да. Ну, в корейской системе адресов как будто есть два наименования. Да, мне тоже так кажется. Мы не поняли вообще прикола, потому что мы на корейском распечатываем подтверждение из RNBNB. И там корейским словом написано адрес. Типа там щупен, что-то типа такого. И другая разная информация. При этом там написано по корейским словам адрес, двоеточие, и дальше латинскими буквами там описание района, цифры и так далее. И вот мы второй раз уже даем таксисту эту бумажку, и он не понимает, что с этим делать. Вот. И он каждый раз спрашивает, какой адрес. И мы точно так же тыкаем пальцем, говорим, ну как же у вас на бумажке он указан. И они что-то разводят руками, такие нэ-нэ, понятно, непонятно. Вот. При этом они нас не высаживают, при этом они не дают нам там, не знаю, карту проверить. В общем, при этом они, естественно, не говорят по-английски. То есть это все на таком, мы разводим руками и там пальцем что-то показываем, по-английски им говорим. Они, естественно, по-корейски там очень странно отвечают. И в прошлый раз наш чувак попросил телефон, это было вообще максимально странно, он попросил телефон нашего хоста и говорит, напишите. И он дал то ли карандаш, то ли ручку, типа напишите. Я написала телефон Мишель девушке, чей, чей R&B in business, к кому мы ехали. И он реально позвонил, все у него спросил, она ему ответила. И он такой, он вообще без проблем, и он довез. Мы еще подумали, еще себе. Вот. Он понял, что у нас бесполезно что-то спрашивать, и нашел способ, как решить этот вопросик. Сейчас у нас происходила та же ситуация. Мы дошли до спота, где эти таксисты. Ну, то есть, кажется, что мы же не просто на улице ловим такси. Это официальные такси от аэропорта. Ну, кого они еще возят? Ну, конечно, они иностранцы возят, потому что все местные, скорее всего, либо на своих машинах, либо на метро, скорее всего. Ну, типа, это вот как бы ожидаемо. И причем там был смотритель, чувак. И он взял нашу бумажку, пошел к этому смотрителю, спрашивать у него, понимаешь ли ты, где этот адрес. Они вместе там на телефоне что-то ввели, посмотрели. Он ему показал. И вроде как, все хорошо, садитесь. Загрузил нас. Отъехал там буквально сто метров. И остановился. И что-то пытался куда-то позвонить. Мне кажется, минут пять он там что-то набирал, сбрасывал. Куда-то в какой-то колл-центр звонил, потому что там робот говорил, типа, если вы хотите говорить по-корейски, нажмите там один. По-английски два. Если у вас какой-то там другой запрос, три. И вот он нам миллион раз что-то тыкал, сбрасывал. Я в какой-то момент повернулась уже к Руслану и спрашиваю, ты понимаешь, что происходит Руслану? Я не очень понимаю. И я думаю, что он понял, что мы переговариваемся, потому что в этот момент он повернулся такой, типа, ня-ня-ня, все нормально будет. Типа, ня-ня-ня. Вот. И в итоге он позвонил куда-то. Я знала только два слова, что он там сказал, что у него с ним иностранцы в машине. Вот. Там ответила какая-то девушка. Он по-корейски, значит, пилечит. И в итоге дает нам телефон. Поговорите. Поговорите, да. И там девушка, которая по-английски начинает разговаривать. Здравствуйте. Какой у вас адрес проживания? И мы повторяем, пытаемся прочитать тот адрес, который у нас на бумажке Airbnb. Вот. Ну, короче, мы долго тупили. В итоге я предложила Руслану нам... Ну, либо... Очевидно было, что мы либо написали бы нашему хосту и сказали, блин, у нас тут такая ситуация про дублируй нам. Но наш хост очень модный, современный молодежный. У него для заселения есть целый гайд, отдельная ссылка. И там был другой адрес. Ну, типа, корейскими прям буквами прописан. Вот. Мы ему показали в итоге, после максимально неловкого и тупого разговора с этой девушкой, мы ему показали адрес корейский и как мы поехали. Вот. Ну, это реально уже не первый раз. Я думаю, что мы уже в следующие разы на такую ситуацию не попадем. Ну, ты выпускаешь один момент. Он прочитал по-корейски ровно на мой слух то, что было написано по-английски. Да. Но это максимально странно, почему они не считывают латинские буквы. Потому что, ну, у них здесь станции метро так написаны. Ну, они написаны по-корейски. И не только. У них улицы в карте тоже. Ну, да, если ты откроешь какао, там, наверное, все... Нет, там не прям латинец. Да. Там будет все по-корейски. Ну, блин, не знаю. Ну, гугл. Я понимаю, что, наверное, рядовой кореец, таксист кореец, вот. Наверное, так не открывает карты. В общем, это максимально странная ситуация. Мне понравилось, что он взял у меня телефон, прочитал по-корейски и прочитал этот адрес, ну, методом ввода через голос адресные строки. Я сказал, это тебе, это он просто старый. Да, мне кажется, тут все, ну, не только все, у меня тоже вот папа, чтобы не вводить адрес пальцем, потому что, ну, это как обычно, там, пальцем еще и не попадешь по буковке, надо будет стирать, еще что-то. Либо все время на Т9 попадать, очень из-за этого злиться. Ну, в целом, надо очки надевать, там, не знаю, вот папа у меня с лупой, с планшетом сидит, и, да, и для него команда, когда ты командой вводишь какую-либо информацию, это большое спасение. Я думаю, что здесь такие же просто дедулечки. Ну, вот, так что, да, мы наконец-таки доехали, и я надеюсь, что, блин, в следующий раз, может быть, мы доедем на метро, вот. У нас была такая возможность. У нас была такая возможность, но, не знаю, каждый раз не хочется, хотя, может быть, и можно было. Чего-то каждый раз кажется, что там будет очень много людей, и мы со своими чемоданами, как будто бы как-то это неловко. Потом по лестнице еще поднимать, хотя там всегда есть лифты. Ну, не знаю, можно попробовать, но такси тут стоят не как в Японии, поэтому... 20 баксов можем себе позволить, так сказать. Да, кажется, что нас могут довезти. Ну, блин, если каждый раз такие приключения, то думаешь, лучше бы я на метро поехал. Там никто ничего бы не спросил. Но сказать честно, что, чтобы поехать на метро, нам бы надо было снимать наличку, а мы не сразу, по крайней мере, в аэропорту мы не нашли этот банковат. Ну, конечно, мы пропустили. Ну да, мы просто плохо искали. Я просто ощущал твой лайп, что мы поедем на такси. Да, очень хотелось на такси, потому что очень хотелось спать. Мне кажется, мы бы на метро все дольше ехали, и... Хотя, может, там бодрее было. Нет, там мы бы ехали минут на десять дольше. Ну, тоже, может быть. Там час прогнозился, а мы ехали минут сорок пять, наверное. Ну, все равно прикольно, что нормально там доехали. Ну да. Ну, отвечаем на твой вопрос, что поменялось, не поменялось. Наверное, за один день особо ничего сказать нельзя, потому что мы, что, мы сидели в, по сути, квартире, спали весь день, не успели утром ничего сделать. Вот. А потом буквально там вышли, еще и в метро не ездили. А с другой стороны, да, ощущается, конечно, максимально... Ну, как бы все... А реально не уезжали. Да, ничего такого, просто сменили еще одну квартиру, и каким-то образом сменилась погода, не знаю. Ну, то есть, как-то очень естественно это воспринимаешь. Даже помним, где тут что находится, какие-то там, ну, рестораны, барбекюшные. То есть, еще даже не успела забыться, и, по сути, все еще так же выглядит. К вопросу о том, что еще осталось таким же. Пока ты спала в первый день, я общался так же, как и на прошлой хате через WhatsApp и через Airbnb Messenger с нашим хостом по бытийским вопросам. В прошлый раз у нас бойлер отключался, а в этот раз у нас не работала розетка. Вот. Но все равно говорливые и находчивые корейцы. Нашки решения проблем. Ну, они к такому готовы, не просто так. Это было бы странно, если бы они работали с иностранцами, сдавали квартиры, и еще такие, еще я не общаюсь только по-корейски. Хотя, наверное, такие есть, но когда квартиру ищешь, там указываешь язык, на котором надо разговаривать. Там есть опция, ну, как бы английский. В Airbnb, кстати, есть. Есть опция перевода так же, как в каком-то тайском приложении для такси. И в Uber, по-моему, теперь это тоже есть. Даже если он не пишет английский. Даже если он не говорит, он, да, ты сможешь перевести, да. Да, он переведет тебе общий смысл, ты поймешь, это прикольно, удобно. Но он мне писал на английском, и довольно нормально объяснил. Ну, как тебе квартира? Квартира топчик. Меньше, чем та, в которой мы жили, да и... Ну, вы того не, да. Вы того не, но удобненько. Интересно, что мы сменили две, по-моему, кори. Да. Это третья. Это третья. Ну, по сути, это третья, а в первом мы еще в Атаке жили. Ну, если говорить только про квартиры и только про Airbnb, то кажется, что это первое, про которое ничего не пишут про проветривание душевых. Наконец-то. Да, ничего никто не пишет про плесень, а тут... Ну, тоже есть вычиск, но тут нету даже выхода. У двух других... Нет, в одной было окошко на улице, а в другой не было. Да, в другой нет. И он говорил, оставляйте попроветривать, а тут просто чувак... Да, это большая проблема. У большинства квартир у них две заметные вещи. Первая – это всегда низкие потолки, и это жутко бесячая фигня. Вот здесь нет. И, ну, в Итавоне у нас странная была квартира, она явно какая-то перестроенная-достроенная, потому что мы еще жили на последнем этаже, поэтому там... Из вот этой еще террасы, поэтому там, возможно, ну, какие-то были переделки. Я думаю, что ниже у квартир более низкие потолки. Но у Мишель в первом апартаменте они были очень традиционные как бы для Кореи. Я думаю, они большинство, все живут вот в таких вот этих домиках. Ну, там на три-четыре этажа. Там были очень низкие потолки, и там как бы даже с наличием окна и балкона, который, по сути, никуда. Он такой очень был для Лондри балкон. Вот, где там просто размещалась стиральная машинка у нас. Короче, ну, там было мало света, и это очень странно воспринималось. Ты реально чувствовал вот этот вот... Ну, то есть ты вытягиваешь руку, и ты можешь потрогать потолок. Но не менее. Да, да, ты просто забыл. У меня фотография есть. Ты вытягиваешь руку, и ты достаешь до потолка. Вот. Там вот прям так. И из-за этого, ну, там странно ощущается. Мы открывали там окно, проветривали, но там все равно было мало света. Вот. Но там хорошая была квартира. При этом, несмотря на как бы хорошесть всю, там была традиционная корейская душевая. Корейская душевая — это просто как бы туалет, и там где-то в стенке встроен, ну, душевой просто шланг. И ты когда моешься, у тебя, соответственно, все мокрое, все потеет. Вот. Если там было окошко, и можно было открывать, чтобы проветривать. Но при этом все равно надо открывать ванную, надо использовать тапочки, потому что там вообще никак не постоишь масяком. Ну, то есть, как бы, блин, такое себе. К этому надо было привыкнуть. Да, в этавоне в квартире у нас, мне кажется, еще как бы был более экстремальный тоже душ. Хотя так же, просто в стенке. То есть здесь, в этих современных апартаментах эту проблему решили. Ну, как решили, просто оборудование или кабинку прям душевую застеклили. И это очень комфортно и максимально удобно. То есть живешь, по сути, как в отеле. Ну, то есть все красивенько сделано, окна в пол, света много. Все беленько, что тоже важно. Потому что если тут все сделать темным, то будет вообще прям коробченка. Вот. Ну, прям, короче, хорошо. Да. В одной из лучших квартир. Ну, и тоже на цене это сражается. Потому что, я тебе говорил, ты получаешь, что на 3,5 тысячи долларов в месяц. А та была... Но, кстати, предыдущая Тавоновская квартира даже не была в топе. Она либо занята, либо он ее, может быть, закрыл, и сейчас туда не принимает людей. То есть у нее даже не было возможности арендовать. Вот. Ну, по крайней мере, на эти даты. Либо он, может быть, сам приехал. Летом, к примеру, здесь там тусит. Вот. Ну, то есть, как бы, это была не то, что самая дешевая опция. Самые дешевые опции можно найти меньше, безусловно. Мы сейчас не рассматриваем варианты, что можно комнату снимать. И такого много. Потому что здесь очень много жилья для студентов и, в целом, для всяких работяг. И тут можно просто снять эту комнатку. Либо вообще, как бы, в виде такой комнатки. По сути, там еще есть комфорка и что-то еще. То есть это не комната в чьей-то квартире. Это как бы квартирка совсем как комната. Ну, то есть, как-то так вот. Это показывали в Орел и Решка, по-моему. Они там такой вариант снимали. Потому что его можно было снять герою, кто со 100 долларами. Вот. Такое есть вот в районе студенческом, туда вот в молодежном. То есть, эти опции мы сразу убираем. К примеру, они не считаются. Но квартира однокомнатная. Ну, она вообще меньше двух тысяч долларов. Вообще никак. Ну, типа, вообще никак. Особенно летом. Потому что летом все-таки сейчас считается сезон. Мы все-таки были зимой. Тогда был не сезон. И тогда это тоже надо учитывать. Поэтому сейчас в сезонное время, ну, три тысячи. Можно, наверное, за три. Три двести. Три пятьсот. А меньше? Не, никто. Вообще никак. Либо только дальше. Ну, то есть, можно арендовать где-то в совсем жилых районах. В Сеул подальше. Но нам нет смысла. И чего, мы будем полтора часа в одну сторону добираться, чтобы куда-то ехать. Не вариант для краткосрочного остатка. Да, да. То есть, это странно. Присловие так можно было бы. Потому что, кажется, ну, мы же все равно сидим, работаем. Сходили бы в магазин один раз. Закупились бы на неделю. Доехали бы на такси. Ну, все. И не выходили бы. Ну, такое, блин. Тоже странно. Нафига тогда приехали? Можно было так дома посидеть? Да. Ну, в этот раз особенно, как будто бросилось в глаза, и когда ты еще сказала, что тут дома, в целом застройка, шесть этажей вниз, больше двенадцати вверх. Тоже мы когда сейчас возвращались, я так порефлексирую на тему, что типа весь свет по большому счету. Я, кстати, не обращаю внимание, тут есть освещение. Ну, наверное, есть. Мне кажется, больше света от билбордов. Чем от уличных фанрей? Да-дадададад. По крайней мере, так кажется. Ухер-дустники. И типа думаешь... И думаешь, типа вот, если бы этого всего не было, то были бы просто деревья, какие-то птицы бы бегали. А тут такие каменные хер-хер-хер-хер-хер-хер-хер-хер-хер-хер-хер-хер-хер тоже такой но и виситом плитка классный ты такой думаешь но это плитка даже ведь не на земле построена она построена на каких-то каркасах в большом и что-то под ней это минус 6 этажей что-то еще тут это не земля это просто ну буквально короче коммуникационный но если взять и такой сделать разрез то да получится мне кажется как в игре иногда прогномов или еще есть какая-то много уровней то здесь да здесь минимально типа b6 то есть в подвал у каждой этой высотки до у каждого здесь дома всегда есть вниз хотя бы два этажа это всегда будет парковка либо это будет лондри какие-то спортзалы строят в на минус каких-то этажах хоз всякие отделения теперь я думаю куда помойки ставят еще что тоже будет скорее всего минус каких-то только у жилых нету вот этих небольших которые блочные такие домики вот а в целом дадут все высотки блин да но я ким театр на четырех этажах это очень интересно типа мы идем так 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 по привычке ведут кинотеатр с 8 по один по 11 по 11 этаж пожалуйста да находится высотки нет конечно максимально странно как тебе в барби я не знаю мне сложно еще пока сформулировать свое мнение вот так не мне в целом понравилось это не самый лучший фильм не знаю с чего я решила что он должен быть таким просто какого-то общего большого восхищения я наверно не разделила бы но я не фанат барби и у меня нету как бы в своего какого-то очень большого экспириенса того как я вот очень хотела барбик у меня и никогда не я никогда не хотела и не помню никаких реклам никогда ничего не просила никогда не дарили не покупали у меня были пупсы и куклы вот виде пупсов это да потом в какой-то момент они меня надоели это любая мне каждая девочка с этим сталкивается а потом ну тебя просто какие-то рандомные куклы и ты как бы будучи ребенком вообще не отличаешь и у меня были это животные с которыми я играла и там не знаю строила клинику строил еще что-то я помню меня из набора по черепашкам ниндзя была всегда там же журналистка вот и ребятам буквально эйприл да и у меня была эйприл который я играла и вот мы строили большой город я помню ребятам купили черепашек вот и у него набор а мне оттуда я такая ой ничего себе там прям для меня есть героиня я играла ей причем она была такая пластмассовая но небольшая фигурочка у нее двигались руки-ноги было это все можно было посадить вот как-то обыграть ну все и поэтому у меня нет вот этих всех воспоминаний я посмотрела ролики про историю барби и поэтому я знала все эти отсылки и меня это смутило что человек который как бы не знает всех этих отсылок ну или там пример какой-то мужчина взрослый вот он вообще не в курсах где чего и как а там очень много посвящено этим разным отсылок но фильм красивый он ну это хорошая как бы милая комедия она затрагивает важные проблемы но при этом она затрагивает их очень аккуратно и и про равенство и феминизм ну то есть они не позволяют себе прям в лоб как-то очень открыто об этом говорить это тоже понятно потому что все-таки фильм отель фильм студии ну в целом тебя рейтинг 12 ну то есть они не могли себе позволить сделать какую-то жесткую комедию такую сатиру вот поэтому это такая сатира на минималках что ли при этом рассказывающая бренд и про известный бренд единственное что я точно могу похвалить мне конечно очень понравился там что гослинг что марго робби но гослинга я вообще очень люблю меня никаких не было сомнений что он реально он перетягивает на себя просто максимум внимания он ну это прямо просто его роль он безумно классно все там сыграл и сделал марго робби тоже вот она идеальная барби там очень сложно кого-то другого представить и как она играет и как она выглядит ну то есть прям тоже браво а так ну это красивый фильм да классно совершенно не детский тоже я часто слышу что все видят барби там постеры родителей у меня есть знакомые которые привели детей своих и посмотреть сейчас фильм я просто пожалел этих детей потому что они ну они совсем будут не понимать вообще что происходит во все что это не на красивые там картиночки посмотрит которые двигаются вот мне было интересно я очень задумываюсь я думаю все шутила что мы с тобой пойдем второй раз но я бы наверно второй раз не пошла бы не знаю я как-то равнодушно вот он как-то спокойно при этом слезливые моменты меня пробивала я плакал там очень трогательно и там действительно есть где посмеяться есть где погрустить а так не знаю история сама достаточно простая банальная в основе вот как-то так мне хочется посмотреть там я действительно отсылка на матрицу есть или нет мне кажется ты просто вел но как я не думаю что это прям какая гигантская церковь развертая понятный образ ну что-то 2 2 1 с выбором таблеток другая спрей цепи и в лице рух рус 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 типа да а тебе реклама перед фильмами с этими железными губы датамами прожопся я все не поняла я ожидала что тут будут рекламы будет реклама всяких брендов а потом реклам обычно как делается когда еще не погасили свет то показывают всякую странную рекламу так в амстердаме было и где-то еще мне кажется европе в италии тоже а потом тебя гаснет гаснет свет и у нас кстати тоже так начали делать тебе показывают сначала там я не знаю лекарства от гриппа машины типа все что угодно пока люди там ходят ищет свое место не знаю устраиваются поудобнее а потом гаснет свет и тебе показывают какое-то количество трейлеров к фильмам класс здорово ну иначе где ты про них узнаешь тут здесь этого здесь погас свет начало вот и причем это не по не обратил внимание прям ровно по таймингу они сеанс начали нет они за 10 вот здесь минут нам показывали странную рекламу не пойми чего не пойми как и ни одного трейлера к фильму при этом в коридоре рядом с кассами на большом экране там крутились абсолютно разная реклама но в том числе и трейлеры поэтому это было странно почему нас обделили мы потом каких-нибудь черепашек посмотрели трейлер на большом экране вот мне кажется что это очень большое удовольствие ну и информационно реально вот если ты не смотришь телек и там я не знаю если к примеру ты пропускаешь разных обзорщиков или там как-то в новостях то в кино смотреть трейлеры это один из самых первых источников вот для тех кто ходит в кино и тем более когда еще какие-то необычные картины которые не так жутко рекламируются каким-то огромным маркетингом то как раз узнаешь кино поэтому мне это было непонятно туда максимально какую-то стрёмную рекламу показывали даже не понятно что рекламировали что да этот жопами был непонятно что рекламировали то девочка пела и что-то там эти которые которые тоже вы почему них здесь они даже некоторые рекламу два раза показывали то есть прям друг за другом покупали там какой-то крем этот aqua что-то там увлажняющий показывали прям подряд то есть они выкупали два слота чтобы тебя было два показа я думаю господи что происходит пожалуйста покажите нам какой-нибудь трейлер да так что это очень странно не знаю пойдем на open геймера посмотрим может быть это правда еще особенность самого кинотеатра потому что у них есть несколько сетей я не помню как было на этом нам в лотте синему мы смотрели аватар аватары да мне кажется я не помню но он не хочет сказать в противоположное что там как раз были трейлеры но я не помню я помню в японии рекламировали аватар на аутдор с рекламе поэтому перекрестки самом одном из самых известных там жесткая реклама прямо на экрана да не помню аппарат аватары да как тебе тут ощущается на улицах ну вот и поток людей мне кажется все максимально такие рафинированные начали нет негатива как блин тут хоть в шляпках мне кажется в шлепках невозможно бежать невозможно агрессировать да они вас невозможно быстрее просто тебе неудобно ты будешь это рассказывать потом не защит девочки очень так ходят шаркая то есть них вот этот манера ходить тоже обратите внимание очень так в японии тоже они вообще не поднимают ноги то есть не шагают а прям шаркают реально не все еще ходят на вот этих на плоском ходу то есть либо шлепки или какие-то басадошки тоже такие вот шлюповидного ну к слову про шлепки в шейкшаке сувенирка это шлепки да они знали просто где это они реально все причем это так это так странно потому что когда мы собирали вещи я посмотрела на наши кроксы и думаю у нас очень активный будет отдых ну зачем нам кроксы не будем в этот раз брать вот будем ходить ну то есть лучше возьмем с собой какие-то кеды кроссовки нескольких видов нам этого нормально достаточно то что мы вряд ли весь день в кроксу будем гулять нафига не нам и как бы я с такой мыслью абсолютно видимо забыла куда я мы первую неделю куда мы едем потому что здесь все крокса и здесь все в тапках просто все мы бы сегодня были но более нормальными если бы хотели в кроксах вот поэтому я надеюсь что мы сильно об этом не пожалеем надо и вспоминаю сейчас зимы что они в кроксах даже зимой просто не меховые блин я видел модель кроксов не просто меховые а как бы winter edition который еще поднимающимся голенищем то есть это сапог крокс крокс сапог вот это такой как бы сапог и мех я думаю просто же чем по-моему это официально что все для первого дня а тебя как барби барби да вот у меня спросила сам не ответил руслан заснул на барбе у него есть я пропустил коммуникационный спич да мне кажется пропустил ну реально ты пропустил просто важную часть я сегодня в кофейне утром делил своим мнением бубнила потому что у меня какое-то оно неоднозначное и меня это же прям ну это прям это сложно когда много кто посмотрел много кто в восторге и при этом оценки средней при этом как бы при этом ты знаешь что многим очень нравится и наконец-таки посмотрел ты и бывает когда можно сразу сказать не мне точно не понравился там не мой жанр еще что-то типа либо ты такой да я вас поддерживаю это идеально куда хуже когда у тебя пограничное мнение и я прям чувствую что мне хочется просто сломаться не искать аргументов почему меня что-то смущает а просто совсем согласиться когда гениально идеальный просто да да и прям кивать вот поэтому я сегодня как раз руслан делилась мнением и он такой что там такое было до стола мне повернуть голову я видел как у меня руслан закрыт я просто смеялась там над шуткой и повернулась в сторону чтобы смотреть смеешься ли ты а руслан с закрытыми глазами бедный спит вот поэтому его разбудила он такой да 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 значит там продолжать я опять начинаю смеяться поворачивать он опять закрытыми глазами чем бедный руслан пропустил очень важную там часть под конец вот ну это тебе как-то смазала впечатление да не нормальный фильм хорошо снят вот он классно играет он я помню был момент в универе когда я смотрел все фильмы с ним и удивлялся от его разносторонности он до времена классно играет матча чоков и классно играть неудачников каких-то ли неуверенных себе и прям хорошо да да у него но у него и были поначалу как раз это в эти первые всякие фильмы там он такой на драйве или какой-то такой крутой этот водитель в боевиках был еще фильм где он играл с раслом кроу которые гладиатора играл да причем в славных парнях он этот там у него шутливая роль но я не знаю этот фильм но смысле по названию не могу сказать что это такое но короче мне он максимально нравится разноплановость а в этом фильм он играл и и и и того и другого два градиента тут кстати если смотреть ролики в интернете там очень много behind the scenes где показано что раэн гослинг очень много импровизировал да и там одни из самых смешных моментов это он импровизировал например момент где он стоит она к нему пришла в его его мужик у джо джо касса вот тут вот из пришла такая красивенькая ну извините за спойлеры но это не сильный спойлер но все же по описанию я думаю никто не поймет на вот и он там такой стоит типа слушаю тебя и она говорит там вечером свободен или что и он ушел крикнул и вернулся вот это он симпровизировал он должен был стоять ну как бы и ответить ей а он типа подожди он ушел на пляже когда он споткнулся и нее повис самом начале фильма когда это припирались с кенами вот это вот повис на нее где она такая приобняла это тоже импровизировал и с импровизировал где он 2 2 2 парачков давать да марго робби подожди а оно должно было быть у него 2 парачков в руках я не знаю заранее она марго робби сказал я не знала что он так будет делать он возможно взял спросил у режиссера и типа ну она им только отдать делай почему нет ну или это же нормально что он у костюмера скорее всего не примеряли какие подойдут они там не одинаковые вот марго робби не почему так жалко потому что обычно самое сложное всегда для второго актера потому что ты можешь заржать и сцену уже испортится в импровизации не сработает то есть ему придется повторить то же самое вот поэтому мне кажется что когда один актер импровизируют это очень классно но второму актеру надо на это реагировать ответ импровизации на импровизацию и не засрать сцену потому что большинство случаев все ржут на импровизации не могут удержаться но все это там надо повторять поэтому я в этом случае были не представляю на правда там крупняк был на него в кадре не показывали там показывали его задевать очков да и там очень много он конечно классно я ловила себя на мысли что я там видно что он прям классно играет и там видно как бы не знаю какой-то такой естественность как будто реально смотришь спектакль и как будто вот прям его видишь и он играет не знаю как это просто даже там еще из-за того что все такое кукольное вокруг это очень тоже похоже на театр то есть там нету полного погружения что это какой-то реальный мир вот обычно в фильмах все настолько расплывается что ты погружаешься в этот мир а там прямо видно же что все выстроено что все такое кукольное пластмассовый там это специально сделано но со стороны актеры реально кажется как будто это спектакль в этих декорациях вот и я бы только даже спектакль посмотрела мне кажется его вполне возможности уже гостлингов ставить на бродвее и был бы шикарный спектакль на как назывался в музыкал сахиде американский какой-то мэн по моему да не бизнес не бизнесмен не лаки донизь лаки мы вам продавал какой-то что-то а мюзик мэн мюзик мэн мюзик мэн да да он же был музыкантом ну короче вот поэтому посмотрим как нам open gamer единство что сто процентов правильно мы вчера выбирали пойти на барби или на open gamer я сказал давай на барби потому что это мило и весело потому что сейчас были бодипросухи да это во первых во первых там три часа к этому надо мне кажется всегда быть готовым и мы может быть не совсем были бы готовы 3 часа сидеть а во вторых да это заведомо просто мы знаем что это тяжелый фильм там очень много диалогов там надо быть во внимании иначе просто посидеть и страдать и как логан встанем уйдем вот мне кажется логан просто не знал на какой фильм идет вот и ты бы там вообще уснул бы просто моментально там может быть я бы и мы выспали на бы был неловко и все равно пришлось бы потом эти второй раз вот так что они под мы сейчас подготовимся морально и пойдем смотреть open gamer видимо через день хороший план да что на этом закончим я думаю что на